МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек вообще запрограммирован должен быть навстречу с медведем. Я охотник, поэтому у меня программа обычная, прицел. А у обычного человека должна быть программа, что не испугаться, не побежать. От него бежать невозможно. Я на днях смотрел видео, как он залазит, с какой скоростью на дерево к охотникам. Это 2 секунды. И на 6 метров он там уже. Охотник Сергей Львов изучает повадки зверя, в том числе по снимкам с фото ловушек, как он реагирует на приваду, как ведет себя со своими собратьями и поодиночке. Медведи говорит, как люди. Медведей, допустим, разделить вот так. 30% трусливые никогда не выйдут к человеку. 30% будут выходить всегда к человеку, то есть там, где живут ему. И 30% будут от условий. Либо трусливыми, либо, значит, смелыми. И вот когда у нас пытаются вот это вот спасать медведей, их отвозить куда-то, мы таким образом плодим тех медведей, которые к человеку пойдут. От осины не родятся апельсины, так и от труса рождаются. От труса, от смелого смелого, чаще всего. Готовы ли покачевцы к появлению такого визави в походе за грибами? И как собираются вести себя при встрече с добрым персонажем русских сказок? В глаза главное не смотреть и не убегать. Нельзя ни в коем случае убегать. А как себя надо вести, как думаете? Спокойно замереть и стоять. Не хотелось бы с ним встретиться. Что бы я сделал? Да, наверное, как и все люди, убегать начал. Ну, уже все. Без вариантов и все догонят. Для безоружных любителей лесных прогулок сейчас появились действенные баллончики, рассказывает Сергей Львов, с радиусом действия до 5 метров. Целиться особо не нужно, просто распылить облако в сторону зверя. Правда, если не медведь, то укусит цена. Стоимость такого аэрозоля около 3 тысяч рублей.